В администрации округа состоялось заседание рабочей группы с участием руководства муниципалитета, депутатов и инициативных жителей по вопросу строительства дороги Солнцево-Бутово-Видное. Региональную платную трассу планируется проложить по территории Ленинского округа с выходом на Латкарина и окончанием в железнодорожном. Вопросы, которые возникают, они достаточно разнообразные, начиная от платности проезда по этой дороге, от проектных решений для удобства ее прохождения в жилых микрорайонах, где уже живут наши жители. И кончая вопросами, в том числе, изъятия земельных участков, там, где эти участки пройдут по землям, находящимся в частную собственность. Причем такие вопросы идут как от жителей, так и от предпринимательского сообщества. Основные моменты обсудили по видеосвязи с разработчиками проекта и представителями комитета по архитектуре и градостроительству в Московской области. Отдельно были рассмотрены все проблемные участки. Разработчики давали и готовы дать обоснованные ответы и те возможные изменения, которые мы в состоянии сделаем в трассе. Проект строительства, который существует в настоящий момент, не устраивает жителей тех районов, где планируется прокладка дороги вместе со всеми объектами дорожной инфраструктуры. Главным образом у населения возникают вопросы по экологии и расположению трассы. Мы слышим о том, что у нас в частности СНТ Победа, Расторгуева, СНТ Лира, село Ермольна, деревня Петрушина, Пуговичина, Сопронова, Калиновка. То есть рассматриваются варианты какие-то полностью, что называется, проехаться катком. Но я по другому слову сказать не могу. Катком по домам наших жителей. При том, что, на мой взгляд, это тоже на сегодняшний день важная проблема, которую надо срочно решать. Это информированность жителей. Также большое беспокойство испытывают жители шестого микрорайона, где дорога пройдет в непосредственной близости с жилыми домами. Был вариант южнее на несколько километров. Южнее это в сторону, вот если вы видите Пуговичинский пруд, там чуть ниже, да, мы посмотрим туда. Там сейчас свободные поля. Свободные поля, которые в принципе позволяют сделать это с минимальным ущербом для здоровья жителей. Муниципальные депутаты провели более ста встреч с населением и собрали все замечания, которые передали депутатам Государственной и Московской областной думы. Мы понимаем, что там все санитарные нормы, они там минимальные значения приближаются к 25 метрам, да, то есть о которых тут речи быть не может, если мы говорим о южном видном и завидном. Даже вот это углубление, да, оно не спасет ситуацию к тому, чтобы отдалить расстояние от дорог. Участниками заседания было принято решение собрать воедино все предложения по строительству и представить их в Комитет по архитектуре и градостроительству на очередной встрече, которая состоится уже на следующей неделе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.